Я влезла в пудру ногтей. Прикиньте, как неудачно. Кто-нибудь пробовал добывать огонь с помощью спичек, когда у вас накладные ногти? Я вот буду пробовать первые. Спички детям не игрушка, кстати, если что. Дубль два. Блин, ребята, я разучилась, совсем разучилась добывать огонь с помощью спичек. Что ж такое-то сегодня творится? Дубль три. Я верю, что мы справимся. Но это не точно. Алло, вот она, видите, она горит. Ребятушки, всем огромный привет. И сегодня я снова с вами в нашей уютной атмосфере, которую я сегодня постаралась создать с таким небольшим антуражем. В первую очередь я хотела бы выразить свою благодарность вам, моим зрителям. Я очень скучала по вам, так как я не снимала довольно-таки длительное время. То есть для меня сегодня такое первое видео буквально за, наверное, два-два с половиной месяца я вообще не снимала ничего на камеру, не показывалась перед вами. Как вы видите, у меня есть и внешние изменения, и какие-то изменения также в моей жизни произошли. Почему, собственно, я и откладывала съемки, но об этом не сегодня, а сегодня о моей новой стрижке. Как вы можете заметить, у меня окрашивание и стрижка. Стрижка экстремально короткая. В каком-то из прошлых видео, а именно в видео о в уходе за волосами, я оставлю ссылочку на него в инфобоксе, как всегда. Я говорила о том, а это было где-то, ну, может быть, месяцев восемь назад, наверное, о том, что я очень хочу короткую стрижку. Но, 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 я все-таки не решилась на экстремальный вариант, на, знаете ли, такое пикси. То есть, я остановилась пока что на варианте боб. У меня уже отросший вариант, на самом деле, стриглась я где-то в середине августа. А видео у нас с вами выходит сейчас в середине сентября практически. То есть, можно сказать, что этот вариант уже отрос. Я сегодня специально никаким образом волосы не укладывала, чтобы вы могли посмотреть, как стрижка смотрится в живом варианте, без укладки. Если вы ничего не будете делать с волосами, то она смотрится таким образом. Напомню свой тип волос. Мои волосы абсолютно прямые, но вы видите, они немножечко вот так завиваются по форме стрижки. То есть, у меня удлиненные концы с этой стороны. Здесь они смотрят куда-то вообще не в ту сторону. Но здесь вроде как все правильно, так как и должно быть. В идеале стрижка поп, она должна смотреться вот так вот. Вот длина у нее была короче. То есть, она была, видите, у меня сейчас длина уже вот этой длинной пряди практически, не знаю, по плечи, если ее выпрямить. Но она просто так не закипается. Она всегда закипается по форме стрижки, что мне очень нравится, кстати. И сейчас вам также расскажу еще про саму стрижку и про окрашивание. Начнем по порядку. Итак, когда я еще в ноябре где-то прошлого года захотела экстремально короткую стрижку, я хотела вариант пикси. Сейчас я вам пущу примерные картинки, которые олицетворяют те стрижки, которые мне нравятся, которые я хочу на себе попробовать. Они достаточно-достаточно экстремальны для меня. Потому что для меня вот сейчас эта длина, это самая короткая длина вообще в моей жизни, которая у меня была, не считая детского возраста. То есть в моей такой сознательной жизни я всегда носила очень длинные волосы, либо средние длинные волосы. В прошлом году я перешла на каре, и каре плавненько перетекло в боб. Что будет дальше? А дальше, скорее всего, будет пикси. Я не могу быть точно уверена, но мне очень хочется что-нибудь где-то выбрать. Мне прям хочется экстремально такие асимметричные стрижки. Но когда я с этим вариантом приходила к прихмахеру, мне сказали, что эту стрижку нужно укладывать. Укладывать вы не сможете, если вы не любите укладки и все такое. А я терпеть не могу укладывать волосы. Я люблю ухаживать, например, за волосами, какие-то масочки, бальзамчики и все такое прочее. Но я очень-очень-очень не люблю укладывать волосы. У меня, как вы видите, сейчас такой минимум макияжа на самом деле. Я как-то так лайтово накрасилась. Все дело в том, что я именно хочу, чтобы акцент этого видео падал не на макияж, а именно на стрижку. Первоначально окрашивание выглядело абсолютно не так, как вы видите это сейчас. Изначально я решила покраситься в красный цвет. Мне очень захотелось красные волосы. Но на тот момент у меня была как бы своя база, где-то вот примерно досюда волосовой цвет волос. Дальше срастало там уже эмелирование, очень-очень старое, древнее эмелирование. И я решила покраситься в красный на свою базу, не осветляясь, потому что осветление сильно губительно для моих волос. Они сразу сильно-сильно-сильно сохнут и очень становятся ломкими, пушистыми и так далее. То есть на меня осветление влияет прям критически, критически на мои волосы. В общем, я пошла, покрасилась в красный цвет и выглядела это вот таким вот образом. На самом деле мне с одной стороны понравилось, а с другой не понравилось. Потому что я вдруг поняла, что этот вариант цвета мне категорически не идет в моей внешности. Вот просто не идет и все. Мне отдельный цвет нравится от меня, но в комплексе с вот моей внешностью этот цвет как-то диссонирует, то есть вообще не подходит, мне так кажется. Но я походила с этим окрашиванием где-то в районе, наверное, двух месяцев. То есть я думала, возможно, это такое первоначальное восприятие и я привыкну. Но нет, в итоге я пошла и промелировалась. Но я не смывала этот красный цвет, то есть я мелировалась. Он на самом деле подсмылся и, кстати, после окрашивания, он еще недели-две, когда я мыла голову, просто красная вода вместе с шампунем стекала по прекрасной белой ванне. И я очень боялась попасть под дождь, потому что все бы это потекло на одежду. И это не самое приятное, что может произойти с вами в жизни. И на самом деле это скорее показатель какой-то дешевой краски, потому что я с таким тысячу лет не сталкивалась, чтобы краска текла с волос и просто от воды. Ну, в общем, это как-то странно. Мелирование я сделала на вот свою вот эту вот красную базу, то есть у меня отрасли корни где-то, наверное, вот так, и все остальное это красная база. На самом деле, я не знаю, видно ли это на видео, мне кажется, видно, что здесь такие, знаете, такой эффект колорирования. То есть у меня идет вот здесь вот прям светлый, темные мои корни, потом мелирование, и здесь вот проглядывает такой бордовый-бордовый оттенок. Это подсмывшийся вот этот красный. Мне на самом деле очень нравится эффект, который сейчас получился, и мне нравится очень стрижка. Вот так она смотрится без укладки. С этой стрижкой можно сделать миллионы вариантов различных укладок. Можно волосы накрутить, можно волосы залезать назад, и получится очень-очень такая строгая, экстравагантная такая укладка. Еще круто смотрится это с эффектом мокрых волос. Также можно сделать гипер какой-то объем, и у вас прям такая шапочка на голове будет, и будет все это очень мило и забавно смотреться. Ну, это как обычная, наверное, укладка на брашинг, либо с какими-то средствами, например, с пудрой для волос, либо с какими-то спреями, дающими объем. В общем, получить можно абсолютно различный вариант укладок. Но, честно говоря, мне больше всего нравится. Вот сегодня я, например, просто помыла голову и высушила ее феном, и вот так вот все это лежит. Но вариант, когда я мою голову, например, на ночь и не сушу феном, а ложусь спать таким образом, сразу практически после мытья головы, и волосы высыхают в каком-то таком хаосообразном порядке. И после этого я стою с утра, я просто расчесываюсь, и волосы как-то божественно прямо лежат. Мне прям очень-очень нравится. Я могу просто зафиксировать свою прическу каким-нибудь лаком средней или даже сильной фиксацией, и все вообще будет очень-очень классно. Эту стрижку можно носить с прямым пробором, как сделано у меня сейчас. Также можно, например, с пробором на бок, то есть что-то вот типа такого. Можно еще более-более такой косой пробор сделать. Но здесь уже нужно укладывать. Видите, здесь сейчас у меня волосы уже не так лежат красиво. Можно как-нибудь подколоть вот здесь вот, например, волосы какой-нибудь невидимкой, и тоже будет симпатично довольно-таки смотреться. В общем, вариантов ношения этой стрижки довольно-таки много. Сзади моя стрижка уже отросла. Вот сейчас она выглядит вот таким вот образом. Но сзади у меня волосы, как видите, короче, чем спереди. И на самом деле это такой, знаете ли, переходный вариант для тех, кто хочет короткую стрижку, но боится. Боится слишком короткую длину делать. Вдруг не пойдет, вдруг что-то пойдет не так там, и все такое прочее. И как бы у вас сзади уже получаются короткие волосы, но спереди все еще длинные, как бы, да. И вот эти пряди, неиспадающие у лица, делают эффект длинных волос. И в зеркале вы видите, что, в общем-то, у вас ничего особо не поменялось. Ну, волосы стали покороче, но это не экстремально коротко. И можете уже понять и принять, стоит ли вам, собственно, дальше продолжать и делать еще короче. Потому что я знаю, что короткая стрижка, это как какая-то мания. Потому что, как правило, если ты делаешь короткие волосы, то ты делаешь все короче, 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 короче и короче. Я, честно, не знаю, что сподвигло меня сделать короткую стрижку, потому что раньше я негативно, крайне негативно относилась к короткой стрижке. Мне казалось, что это очень некрасиво, что это максимально неженственно. Подходит она каким-то, не знаю, суперделовым леди, либо каким-нибудь неформалкам. но я поменяла свое мнение, у меня несколько факторов, наверное, повлияло на выбор моей стрижки, это то, что мне жутко надоели длинные путающиеся волосы, мои волосы очень сильно путаются, потому что они густые, но слишком тонкие, и вот эти густые волосы, они, если спутаются, их максимально сложно расчесать, и без вот специальных спреев для легкого расчесывания волос, это сделать практически невозможно, путаются они в основном сзади, потому что основная густота у меня присутствует сзади, на макушке вот здесь непосредственно, и сейчас, когда волосы там максимально короткие, их вообще не составляет никакого труда расчесать, и мне это очень и очень нравится, Также мне кажется, что с такой стрижкой очень-очень, кстати, хорошо сочетается мелирование, либо даже какой-нибудь блонд, но в моем случае блонд это не очень хорошее решение, потому что мне полностью блондинкой быть не идет, но мне очень идет мелирование, это легкое такое высветление, скажем так, Либо возможно какой-то даже эффект омбре, но хотя я на самом деле омбре не очень люблю, мне больше ближе по душе как-то мелирование, я довольно-таки долго его делала, где-то примерно лет 6 или 7 я мелировалась на постоянной основе, и после этого я перешла вот в свой цвет, Но потом, вот видите, снова я вернулась к этому мелированию, снова почувствовала себя собой, мне очень нравится, и мне кажется, что мелирование это прям мое, как думаете вы, мне интересно, напишите в комментариях, нравится ли вам новый цвет волос, нравится ли вам стрижка, я думаю, что будет много-много хейта насчет этих коротких стрижек, но посмотрим, что вы напишите в комментариях, мне очень-очень интересно А вообще мне кажется, что к короткой стрижке ты приходишь, когда что-то меняется в твоем внутреннем мире, меняется твое какое-то мировосприятие, возможно меняются люди и события вокруг тебя, и также меняется твой образ жизни, и поэтому хочется сменить и цвет волос, и стрижку Есть такой стереотип, что короткая стрижка делает тебя старше, ну вот тоже напишите в комментариях, делает ли эта стрижка старше меня, на мой взгляд, она действительно делает меня чуточку старше, чем я есть на самом деле, но это компенсирует светлый цвет волос, то есть вот этот эффект мелирования немножко возвращает меня в мой возраст, и в общем-то это все смотрится довольно гармонично Вы себе не представляете, какую легкость я почувствовала, когда я сделала короткую стрижку Я подумала, почему я этого не сделала раньше Это просто не передать словами, это прекрасное ощущение, эти ощущения, когда у тебя нет волос вот здесь вот И, во-первых, стало голову мыть гораздо легче и проще, меньше шампуни расходуются Лайфхаки по экономии Несравненным плюсом для меня является то, что волосы быстрее и проще сушить Не столько меня напрягает мытье головы, сколько меня напрягает сушка головы А с мокрыми волосами, именно сейчас, с короткой стрижкой, я полюбила ложиться с мокрыми волосами, спать, но когда у меня были длинные волосы, и вот именно на затылке волос было много, и подушка становилась мокрой, и это было отвратительно, и так я спать абсолютно не могла Поэтому приходилось долго и мучительно высушивать волосы феном, а так как волосы у меня густые, все это очень долго, длительно, например, так же и после бассейна это тоже очень долго и длительно, меня это всегда очень сильно напрягало Поэтому сейчас я испытала такую легкость, легкость в уходе за своими волосами Возможно, небольшим из минусов является то, что волосы невозможно собрать в хвост Это в принципе невозможно, потому что волосы сзади слишком короткие, и я к этому, конечно, не очень привыкла В принципе, я свои длинные волосы частенько собирала в хвост Но на самом деле по чесноку прическа хвост, она смотрится красиво только в случае, когда у девушки очень-очень-очень густые волосы А на моих волосах прическа хвост смотрится как крысиный хвостик, она смотрится довольно-таки отвратно И мне не нравится, вообще не нравится, а особенно дома я всегда собирала волосы в хвост, потому что дома всегда волосы мешают А сейчас я просто могу их заколоть вот так вот Я обычно делаю, закалываю крабиками, если мне волосы мешаются Сейчас я, кстати, вам покажу примерно, какими Я купила себе два вот таких вот маленьких крабика И сейчас я покажу вам, как это примерно выглядит Это чтобы, допустим, когда я умываю, чтобы мне волосы не мешали Я могу их вот так вот подколоть, и они перестают мне мешать Абсолютно так же я могу сделать со второй стороны, если это нужно И, например, ходить вот так вот Но, конечно, это только дома Тем, кто хочет попробовать короткую стрижку, но боится и переживает, что ему не подойдет Я советую как раз-таки пойти тем путем, которым пошла я Это сразу делать не слишком короткую стрижку А, например, сначала вы делаете каре Смотрите, как вам нравится, не нравится Но каре, например, и пикси Между этими двумя стрижками Это просто две разные стрижки И ваше лицо будет смотреться по-другому Мне, например, очень нравится, что короткая стрижка Она на самом деле, вопреки всем мнениям, что короткая стрижка делает лицо толще Слишком короткая как раз-таки пикси Она вытягивает ваше лицо наверх Например, когда волос у вас весь объем сосредоточен здесь А не вот тут, вот как у меня сейчас То ваше лицо смотрится худее И тем лицам, таким как у меня, например А у меня довольно-таки круглое личико То те, кто любит скрывать свои щечки То очень-очень удобно делать именно короткие такие высокие укладки и стрижки И объем, чтобы был сосредоточен весь вот в этой части А не вот тут Кстати, пользуюсь случаем Эти ногти из FixPrice Это накладные ногти Я как-то рассказывала в видео о покупках в магазине FixPrice Об этих ногтях Также ссылочку оставлю внизу И пройдите, посмотрите Также это видео очень-очень интересное О бюджетных покупочках А они всегда актуальны В общем, вернемся к нашим баранам Итак, короткая стрижка Она делает ваши волосы более послушными, скажем так Но не все стрижки не требуют укладки И при выборе стрижки это обязательно нужно учитывать И лучше посоветоваться с вашим мастером-парикмахером И вашим мастером-стилистом Который может вам помочь в выборе И подсказать ту стрижку, которая будет максимально просто укладываться Либо которая будет хорошо лежать даже без укладки Бывают такие стрижки на самом деле Бывают, бывают, бывают Но в основном все короткие стрижки все же требуют укладки Но короткая стрижка укладывается довольно-таки быстро Она укладывается в течение пяти минут буквально Поэтому это в принципе особого труда не заставит Плюс это незабываемое ощущение легкости И не знаю для меня, честно говоря Короткая стрижка, она выражает женственность Вот как не парадоксально это звучит Но мне кажется это очень женственно Когда у женщины открыта линия шеи Сейчас у меня просто футболка Но еще очень круто сюда Если открыть линию декольте, например И открыта шея То это очень-очень и очень женственно смотрится Плюс максимально женственно мне кажется Когда у женщины видно ушко То есть вот мне нравятся такие стрижки И именно поэтому я хочу стрижку пикси То есть чтобы мои ушки были видны Или хотя бы с одной стороны чтобы ушко было видно А с другой стороны можно, например, даже оставить удлиненную челку Вот такую вот длинненькую И, например, с одной стороны вообще выбрать что-нибудь вот такое То есть это прям такой экстремальный-экстремальный вариант стрижки Но мне они очень нравятся И я с восхищением смотрю на девушек, которые решились на такое И мне кажется не за горами и мое решение И я думаю, что вы об этом, конечно же, обязательно узнаете Для тех, кто хочет короткую стрижку, но боится решиться Самое первое это пробуйте постепенно сокращать длину волос Сейчас у меня это боб То есть вы из длинных, например, можете сделать средний Потом каре, потом боб, а потом пикси Пикси это у нас самый такой короткий вариант Можно потом побриться наголо, но это для тех, кто очень-очень-очень хочет это Ну, я, например, нет Я бриться на голову не буду точно, это 100%, но думаю, что это пикси я еще дойду Но можно, кстати, сделать сразу Но лучше найти хорошего мастера Я, например, просматривала работы различных мастеров в Инстаграм Но, тем не менее, я пошла буквально в парикмахерскую у своего дома И сделала короткую стрижку Я не поехала к мастеру из Инстаграм Хотя я очень-очень-очень хотела Но я просто такая девушка спонтанная Мне надо срочный прямо сейчас Обычно у мастеров из Инстаграм запись там за две, может быть, даже за три недели А мне нужно вот прямо сейчас Мне горит Я пошла и сделала это Также вы можете поспрашивать ваших знакомых и друзей Потому что со стороны, как говорится, всегда виднее И другой человек сможет вам подсказать Больше пойдет вам или нет, чем вы сами в зеркале Потому что мы сами не всегда объективно можем себя оценивать А вот со стороны наши знакомые, в принципе, более или менее могут нам подсказать Но на самом деле слушайте свое сердце Если вам очень хочется короткую стрижку, то делайте Главное, найдите хорошего мастера Потому что короткая стрижка это очень-очень-очень опасный вариант Когда могут испортить все То есть вы просто посмотрите на себя и будете плакать Но на самом деле, как известно, волосы не зубы И они отрастут И, в принципе, ничего критично страшного нет Но на самом деле, если у вас была довольно длинная длина И вы сделали экстремально короткое пикси То отрастать это может долго Ну, может быть, года два Да, а может быть, даже еще больше В зависимости от скорости роста ваших волос Но рискнуть всегда стоит Я абсолютно не боялась перемен Мне очень нравится то, что я имею сейчас Но я хочу еще короче Также мне очень сильно нравится, когда такие, вы знаете, длинные сережки Смотрятся на девушках с короткой стрижкой Потому что когда у вас длинные волосы Даже такие, как у меня сейчас Они закрывают полностью все ушки И мы порой абсолютно не видим, какие у нас там сережки Мне бы очень хотелось, чтобы их было видно Поэтому пикси это очень даже хороший вариант для этой цели Есть также такой определенный стереотип Что короткую стрижку делают женщины Перейдя определенный рубеж возраста, скажем так И на самом деле в этом есть доля правды Женщины в зрелом возрасте в основном переходят на короткие стрижки Скорее всего, это связано действительно с простотой в уходе И честно признаюсь, что волосы с возрастом Все-таки у нас становятся не лучше, как правило, а хуже Это обусловлено нашими генетическими изменениями Это обусловлено тем, что организм все-таки постепенно стареет Начиная с 25 лет И волосы просто априори не могут становиться лучше Да, вы можете делать классный уход Но тем не менее волосы с возрастом у вас будут становиться хуже, тоньше, слабее и так далее Поэтому многие, в принципе, предпочитают переходить на более короткие стрижки Короткая стрижка, она подчеркивает какую-то дерзость Какую-то такую экстремальность души, что ли То есть для меня вот девушки с такими длинными красивыми волосами Это очень романтичные особы А девушка, решившаяся на короткую стрижку Она экстремалка, что ли, в каком-то своем роде В общем, для тех, кто хочет короткую стрижку, но боится решиться На нее решайтесь Волосы отрастут Если что, вдруг пойдет не так Но вы попробуйте и закроете этот гештальт Из плюсов короткой стрижки можно отметить то, что волос сравнительно меньше на голове А, соответственно, вы меньше тратите времени на мытье и укладку ваших волос Плюс ваши волосы сохнут быстрее Плюс также, если у вас, например, тяжелые волосы Они... у некоторых есть проблема, кстати, частенько болит голова От того, что волосы очень тяжелые И они действительно как-то тянут вниз И плюс также объем не держится абсолютно на корнях То короткая стрижка вас спасет Во-первых, у вас перестанет болеть голова А, во-вторых, вам будет легче добиться объема на ваших волосах Плюс объем будет держаться гораздо дольше Правильно подобранная стрижка может сделать вас моложе и симпатичнее И также подчеркнуть ваши достоинства и спрятать какие-либо недостатки Например, это очень хорошо для тех, у кого есть щечки и широкие скулы И вы хотите визуально удлинить ваше лицо То короткая стрижка – это ваш вариант Кстати, короткая стрижка, я знаю, что у многих влияет на самооценку У кого есть проблемы с заниженной, например, самооценкой То, села в короткую стрижку, как-то все плохие мысли улетучиваются И ваша самооценка поднимается Я не раз слышала такие истории, что девушки после того, как постриглись довольно коротко для себя Они просто буквально отпустили все свои комплексы И стали чувствовать себя гораздо увереннее и женственнее Это действительно так Короткая стрижка на это влияет Я причем также замечала, что девушки, которые стригутся очень коротко Как правило, начинают носить довольно женственную одежду Они начинают носить красивые серьги, платья, юбки, сапоги и так далее Если даже раньше они ходили просто в джинсах и футболках Они начинают как-то более женственно самовыражаться Поэтому, ребята, пробуйте и дерзайте Я попрошу также вас, мои дорогие зрители, подписаться на мой канал Если вы смотрите мои видео и еще до сих пор не подписались Это большая-большая для меня мотивация Также поставьте лайк под это видео и напишите ваши комментарии Я с радостью их жду Я отвечаю на каждый ваш комментарий Потому что мне очень нравятся сообщения в комментариях с вами Поэтому пишите, пишите, пишите Я буду очень-очень ждать Всем, как всегда, огромное спасибо за просмотр И до новых встреч Пока-пока